Свои советы конкурсантам, прошедшим во второй тур, давали многократные стипендиаты Роман Рзаев и Вадим Халин. Они поделились секретами своего успеха и рассказали, какие личные качества и умения могут сыграть решающую роль и какие внутренние установки нужно использовать, чтобы правильно настроиться на победу. Прежде всего учитываются лидерские навыки, способность публично выступать, быстро мыслить и адаптироваться. Естественно, те деньги, которые я получил и до сих пор получаю, пойдут у меня вплоть до копейки на самообразование. Второй этап конкурса традиционно проводится в форме деловой игры, где участники должны продемонстрировать свои организаторские способности и умение работать в команде. И сегодняшние конкурсанты ценят возможность перенять опыт победителей. Мне интересно узнать, как у них проходила сама процедура деловой игры, потому что она для меня, для самой является профессионально интересной. И познакомиться также с людьми, с которыми мне предстоит дальше идти. По мнению четырехкратного победителя конкурса Романа Рзаева, потанинские конкурсные отборы от года к году становятся все более взрослыми и ориентированными на ответственное лидерство. Напомним, что участникам первого тура конкурса на получение стипендии Владимира Потанина в этом году стали почти 6 тысяч магистрантов российских вузов. Полуфинал отобрали только 1929. Среди них 58 магистрантов Тюменского госуниверситета. 6 февраля в Екатеринбурге они встретятся с остальными полуфиналистами. В итоге определят 500 победителей со всей России, которые будут получать стипендию в 15 тысяч рублей.